Фестиваль «Симбирский взгляд. Традиция и современность» подарил ульяновцам два дня незабываемого погружения в культуру народов Поволжья. Участники оживили старинные песни и частушки, которые когда-то исполняли наши бабушки и дедушки. Молодые голоса до глубины души трогали красотой русских напевов. Это такой финальный аккорд проекта, поддержанного правительством Ульяновской области. И проект у нас назывался также «Симбирский взгляд. Традиция и современность». И сегодня у нас первый день фестиваля. Сегодня первый день фестиваля. И у нас он называется «Дебаты». Потому что у нас не просто выступление коллективу, а как раз-таки непосредственный диалог будет. И люди, которые будут сидеть в зале, они могут спокойно задавать вопросы и получить, наверное, на них ответы. Олег Москаленко на фестиваль пришел не с пустыми руками. Он представил уникальный самоучитель ансамблевой игры на традиционных балалайках. Это третий сборник в России, который рассказывает о балалайшной традиционной музыке. Первыми вышли на сцену артисты ансамбля традиционной инструментальной музыки «Нам хорошо». Это камерный коллектив уже известного ансамбля «Жихарка» детской школы искусств номер 7. Основу репертуара коллектива составляют традиционные песни и бытовые танцы по Волжье. Фольклорный этнографический ансамбль традиции из Самары порадовал удивительными глубокими голосами. Им вторили была лайки, скрипки и коса – обычное орудие в необычном применении. Можно было под косу и поплясать, и попеть. Любые инструменты шли в ход, так же, как и печная заслонка, такая более распространенная. И играли, в принципе, точно так же, как и на печной заслонке, на ведре. То есть брали обычное железное ведро, и были какие-то удары, и шкрябли по ней. Ансамбль традиции представил на фестивале в том числе русские троицкие песни, которые были записаны во время экспедиции в Мордовское село Подлесное Андреевка, Шанталинского района Самарской области. Наш ансамбль занимается изучением традиционной культуры нашего Самарского края. Мы занимаемся изучением песенного фольклора, инструментальной музыки, традиционной хореографии. Также мы изготавливаем костюмы по этнографическим образцам. Дети изготавливают отдельные элементы костюмов. Наш ансамбль совместно с Самарским центром русской традиционной культуры, который находится в Самаре, и отдельно мы тоже выезжаем в этнографические экспедиции по селам нашей Самарской области. Если взрослый фольклор еще в селах сохраняется, детские уходят в небытие. Его собирают по крупицам. И за это стоит сказать спасибо ульяновскому фольклорному ансамблю «Прекрасы». Сейчас в экспедициях очень редко можно записать именно детский фольклор. И понятно, что уже долгожителей очень мало в деревнях, в селах. Во время концерта в фольклорном ансамбле «Прекрасы» исполнят частушки, записанные в селе Аргаш Индинского района, Янгенгура, под мотив подгорный. И также исполнят свадебную песню, записанную в Баружском районе, село Заречное. В фестивале приняли участие творческие коллективы из Республики Татарстан, Самарской, Ульяновской области и города Ульяновска. Ирина Антонова, Олег Тончин, Уллправда ТВ.